Да, и вот этот очень важный вопрос вернулся к тому, что все народы наши скептики. Лилия забыла, с чего я начинала. И все-таки мы, ну почему, нас много обманывали, поэтому верим им все равно написанному, верим им все равно бумажки. Поэтому о том, что продукт сертифицирован, и какими сертификатами, я хочу пригласить сюда, на нашу сцену, за что Александра Демченко, за что я люблю, вот вы знаете, это Александр, за то, что он хороший человек, и вот его знание, вот он такой, знаете, очень, такой, такопытливый человечек, вот он находит все свои заковырки, я скептик, я мужчина, я скептик, я не верю, а где вот это, а может нас обманули, а может это еще. Вот он находит ту уникальную информацию, которая позволяет, вот я помню его фразу, я залез там по сертификатам, боже, так это Рейн, это такая компания мощная, сколько она солидная, насколько она серьезная, здесь все по-взрослому. Поэтому более подробно о сертификатах я хочу пригласить на сцену, Александра Демченко. Всем добрый день, Александр Демченко, я в одном дне в компании, и я скажу, что я заходил на продукт и в компанию, чисто на индивидиции и на вере. Но потом, как любой мужчина, внутри которого живет маленький мальчик, который любит разбирать свои рубки, я начал интересоваться, что же в этом продукте есть и почему его так вот все хорошо впалят. Но прежде я хочу сказать, почему я решил пользоваться дополнительным питанием. Предыдущий реактор сказал о том, что люди питаются с огорода, там все очень хорошо, все классно, натуральные продукты, это замечательно. Однако я взял в свой рацион те продукты, которые я кушаю каждый день. А я кушаю, в принципе, я понимаю, что я кушаю более-менее здоровую еду, я занимаюсь в спортзале, то есть я понимаю, что мне надо хорошая еда. Я разложил по белкам, жирам, углеводам, витаминам и минералам. Благо в интернете все это есть, в открытом доступе. И когда я составил сводную табличку, мои иллюзии просто ушли. Я оказался в дефиците трех витаминов. Когда я учу, это дается все, ну вот все эти составляющие даются на сыру. Когда учитываете варку, где теряется от 10 до 90% витаминов, я понял, что у меня там 5-7 не хватает. Какой выход отсюда? Либо есть больше, это значит толстеть. И это значит проблемы в будущем. Либо не доедать постоянно, питаться так же, как и раньше. Это означает опять проблемы. Какой отсюда выход? Для меня выход простой, это дополнительное питание. Какое взять дополнительное питание? Вот сейчас я вам это расскажу. А, и прежде скажу, здоровье зависит от питания и от нервов. Да? От питания, самые яркие примеры, это молоко с огурцом и алкоголь. Все понимают, какое состояние вы после них получаете. От нервов. Оказывается, психо... Ну вот, это все верно. Мы нервничаем, у нас получается болезнь. Но на самом деле, что происходит? При определенных человеческих реакциях выключаются определенные гормоны, которые влияют на наши подменные процессы в организме. Отсюда происходит болезнь. То есть, все зависит от того, что у нас внутри. А питание, вот эти все вещества, откуда получаются? Только изо рта. То есть, то, что мы закидываем в себя, то у нас от этого и зависит наше здоровье. И какое дополнительное питание? Вот есть травы. Ну вот, можно, чтобы чем питаться? Травы, таблетки, капсулы, соки. И последнее, это гели. Милицептика считается перспективным направлением в фармации, в медицине. Какое должно быть требование к нашей еде? Она должна содержать все питательные вещества. То есть, фетамины, минералы, макроэлементы. Она должна быть вкусной и перерабатываться, уже начинается перерабатываться в рту. Всасываться через ртовую полость. Должна самоперервариваться в нашем желудке с минимальными затратами. Содержать все необходимые компоненты и не быть термической обработки. Почему не выше 40 градусов считается термической обработкой? Разрушаются белки. Мы все состоим без белков, так или иначе. Белки строятся из облинкислов, которые мы получаем из еды. Разрушение белков мы разрушаемся. Поэтому вся еда, которая попадает нам выше 40 градусов, она просто непригодна. Ну, балластная. Это хорошо, а хуже, это когда она приносит нам век. Тогда для меня вопрос стал. Гели. И здесь появился продукт компании Рейн. Я начал его исследовать. И что я получил? На основе семян без консервантов. Два дня назад я разговаривал с подругой моей мамы, которая 50 лет проработала в фармации. Она провизора, но у нее свыше образование. Когда я сказал, Галина Михайловна, есть гель, она говорит, Саша, опять гель, а что там у тебя? Я говорю, семена. Семена это круто. Это ядро, это энергетика, это все составляющие там. Давай здесь я буду разбираться, но мне интересно. Следующее, это патенты на черный дмин. По результатам своих исследований компания получила 5 патентов о воздействии черного дмина на человеческий организм. Конкретно на болезни. На диабет, на подавление раковых клеток, на псориаз, на вирусную инфекцию, на усиление мукета. Эти патенты получены в США, и один патент получен в Англии, это по поводу астмы. То есть вот почему спрашивают, а как продукт работает при псориазе, будет он работать или нет? Да будет клиническое испытание у компании патентов на этом. Технология холодного отжима. Все пользуются, ну может быть, все льняным маслом, очень многие, да, покупают на базаре у бабушек. Сейчас самим пользуюсь. Почему? Потому что все знают, что это полезно. Но американцы пошли дальше. Кроме того, что вот еще спрашивают, почему он так долго хранится, почему у вас нету консервантов. Сами семена являются по себе уже, в семинах содержатся в те вещества, которые обеспечивают их жизнеспособность. В коруке, конкретно в шелухе. Ну вот в оболочке. Но есть еще при технологиях оболотного отжима в промышленных масштабах, есть так называемая технология высокого давления, когда ингредиенты подвергаются высокому давлению. Что оно дает? Со всех сторон одинаковое, не происходит разрушение питательных веществ, но убиваются все вредные микроорганизмы и все бактерии. Вот поэтому в дальнейшем, может быть, вам расскажут или увидите, когда Марина Лавренюк показывала продукт под микроскопом, он стерильный. Такой же стерильный, как свежесторванная клубника, нигде ничего не прыгает. Это вот уже просто наше исследование. Собственно, сертифицированное фармацевтическое производство. Это круто-круто. Мы знаем, что там определенный класс защиты, требований ко многим факторам производства. Трехслойная упаковка. Вот я ее разорвал. Мне было интересно посмотреть, что внутри. Внутри первый слой, я думаю, что это пищевая пленка, как она там правильно называется. Следующий слой, это металлизированная фольга. И верхний слой, это еще одна пленка. Что это дает? По-моему, герметичность дает, это раз. Металлизированная фольга, кто не сталкивался с радиоэлектроникой, я бывший связист военный, проработал на станции космической связи. Актера там вроде. И мне говорят, Саня, ты если на космосе будешь работать, для детей не будет. А почему? Потому что любое радиоизлучение, если оно очень мощное и направлено на живое существо, приводит к разбалансировке человеческого организма. То есть листья желтеет, вот у нас стояли станции, если на лес направляешь и мощность работает в станции, то через определенное время листья желтеют. Или кошки облазят. Но с полкома у меня числа для детей, все нормально. Я ходил сзади антенны. То есть там нормально. Так вот, любая металлизированная фольга защищает от радиоэлектронного излучения. То есть пакет может смело надлежать возле мобильного телефона, возле микроволновки, возле любого радиоизлучения. А радиоизлучение это Wi-Fi у нас. Это электропередача, это везде. То есть там полная защита есть. Следующее. Самая высокая бедоступность. Ну, с бедоступностью это многие скорят, но я тоже было, как бы слушал, там, таблетка 5%, капсулы 25% максимум, вот соки 50, гели там 95-98. Когда на прошлом форуме вышел фармацент и выложил то, что я искал, как бы вроде бы был уверен, но когда фармацент говорит о тех же самых вещах, знаете, это вообще. Тогда я даю уверенность в том, что ты имел правильный выбор. Следующее. О сертификатах я остановлюсь в конце моей презентации, потому что вот что мне важно, это безопасность. У любого человека безопасность, это является базовой потребностью. Вы согласны? Согласны, да? Поэтому я как мужчина в кафе всегда сажусь спиной к стене, а лицом к выходу. Я хочу быть уверенным в том, что я контролирую ситуацию. Для меня это важно. Ни одна мама не даст своему ребенку продукт, если не будет понимать, что он нанесет ей фред. То есть она должна быть уверена. Вот когда я начал разбираться с сертификатами, я понял, что компания очень сильно дает высочайший уровень безопасности для своего потребителя. Для меня еще было важно понимать мой карман. Мы все считаем, меня в кармане, я тоже. И когда я почитал состав ингредиентов, кроме того, что это удобно, комфортно, вкусно и быстро употреблять, я захотел понимать, экономлю я или нет. Если вы пойдете на американский сайт iHeart, многие могут пользоваться, я вам стерею заказываю, на котором продаются только натуральные продукты. И я сравнил просто стоимость ингредиентов. Капсулы, туда продаются капсулы, таблетки, масла. И что я понял, что суточная норма вот этого соула, которую просто один пакет можно выбить, дешевле, чем скрытая стоимость с учетом коэффициента биодоступности на 10 гривен. Там почти 100, а здесь 80. Еще по биодоступности, вот, например, в медицинском препарате есть какой-то рефлекс в аптеке, как он часто стоял, он может быть сейчас стоял. В дечебке написано инструкции, что он биодоступный, если кофлика за минус 25%, по которому будет кандроитину 13. Что это означает? Если вы платите в аптеке 100 гривен, это значит, вам пойдет для капсулы максимум 25. 75 вы отдали непонятно кому. Заплатили непонятно за что. В случае с гелем почти все, что вы употребили, заплатили эти 80 гривен, они все уйдут вам на пользу. Для меня это очень важный фактор. Я занимаюсь в спорте. Ну, хожу в спортзал регулярно. Я не фанат, но я, тем не менее, там занимаюсь. Я сравнился с спортивным питанием. Это вообще бизнес чистой воды. Вот если стоимость, то есть вот здесь дерибоза для сердца, для энергии есть, полный витаминно-минеральный антиоксидантный комплекс, резвератрол и омега-3-6-9. То есть то, что спортсменам необходимо. Для суставов, для сердца, то, чего они требуют. Витаминно-минеральный комплекс. Я зашел на тоже американский сайт, где продают разные добавки. Я не брал самые высокие, я не брал самые дешевые. Я брал средние цены. Так вот спортсмены для того, чтобы получить то, что мы получим из одного пакета соу, который стоит 3,32 доллара, спортсмену нужно потратить 30 долларов. Понимаете разницу? Почти в 10 раз по стоимости. И этот бизнес процветает. Это нормально. Спортпит, в основном там хорошие продукты, здоровые. Но опять же стоит, как у нас в Украину завозится спортпит, по черному, я просто с ребятами общаюсь, но там никаких сертификатов, там просто нечего бывают. Дальше по ингредиентам. Сейчас мы пройдемся, немножко я пропущу пока. Вот соу наполняет энергией, возвращает жизненные силы, выводит токсины, замедляет стреление клеток, великобретные источники резидентного, воспалительные процессы снимают. И это так, это проверено. Что здесь в составе? Семена черного твина, семена черной малины и семена, косточки винограда, шарпуне. Добавлено дерибоза. Каждый день наше сердце потребляет 6 кг энергетического вещества. Это больше, чем весит само сердце. Откуда берется энергетическое вещество? Ну что такое энергетическое вещество? Это дерибоза, которая является основой для синтеза АТФ. На основе дерибоза потом происходит синтез энергии в любой клеточке. Она приходит к нам из еду. Дерибоза синтезируется в организме. Но при недостатке, особенно для спортсменов, особенно при высоких нарусках, организм не в состоянии просто восстанавливаться. Поэтому часто у нас возникает хроническая усталость. Это тоже из-за этого фактора, что мы не успеваем энергетическое восстанавливаться. Так вот, американскими учеными были проведены исследования. И в Америке дерибоза рекомендуется для употребления людей с проблемами сердца, сердечно-сосудистой системы. То есть это как профилактика сердечно-сосудистой системы. То есть по своим воздействиям вы видите 8-10 порций фруктов, овощей, 12 витаминов, минералы, аминокислоты, рецепиратрол, жирные кислоты, пищевые волокна. Вот здесь находится, при технологии холодного отжима, выделяется масло, это как вы знаете, да? Но также остается шелуха. Ну, образ, я называю шелуха, скорлупа, то есть перетирается в порошочек зернышки. Вот здесь находится 3,5 грамма находится черного тмина, то есть вот эта композиция. Черный тмин, шардоне и малина. Почему? Потому что 10 декабря, когда был у нас президент компании Байрон Билл, он сказал, что ученые обнаружили, что масло это хорошо, но основная сила семян содержится в ободочке. То есть там самая концентрация. Поэтому вот добавлено вот это, как бы такой он порошочек, песочек, и он хорошо чистит наши желудки. Никакого дискомфорта не вызывает. Я потом скажу о лаборатории, которая проводила это исследование. Расскажу, что она делает и о самой ней. Ну вот ее исследование. На 33% соул, вот этот красный пакетик, он уменьшает воспалительные процессы в организме. То есть они просто делают тест, как определенные продукты питания, определенные вещества, пищевые добавляют, все, что есть на рынке, как они воздействуют на человеческую клетку. И при исследовании продукции соул, вот этого было обнаружено, что по сравнению с остальными на 33% усилено антивоспалительное свойство. Поэтому у меня перестали колени крутить, через 3 дня перестали колени крутить. И через день приема пакета исчезла боль вот здесь в пояснице после протрузии. Вроде бы чудесно, но вот так оно работало. По вопросам, опять же, тестировала эта лаборатория антистарения. На 62% продлевает жизнь клетки. Мы все состоим в клетках, соответственно, если клеточка наша живет дольше, то значит мы тоже живем дольше. Это логика простая. Есть еще такой тест на антиоксидантную активность. Это способность каких-то веществ бороться со свободными радикалами. Так вот, продукт соул, в 2,5 раза его активность лучше, чем средний показатель, в 20-ти самым употребляемым фруктов и овощам в мире. То есть вы видели средний показатель по антиоксидантам. Соул дает в 2,5 раза лучше эффект. Так, есть разные результаты. Второй продукт – это Кор. Чем хорошо мне еще привлекает компания? Тем, что название. Ну, это вот чисто такой на эмоциях. Рейн – это дождь, Сол – это душа, Кор – это сердцевина, оболочка, ядро. Вот наша основа. Соответственно, для этого все вещества, которые, почти все, которые растут у нас в Украине, они здесь присутствуют. А дуванчик растет, растет. Расторогша растет, растет. В детстве я со штурмом ее снимал. Оказывается, она очень полезна для нас. Капуста растет, растет. Алоэ вера растет. Клюва есть, есть. Добавлен черный кмин, который усиливает все вот эти компоненты. Ну, и хорошо работает на детоксикации, заполняет, опять же, все вот это антиоксиданты здесь есть, все витамины, минералы. Облегчает пищеварение, стимулирует похудение, регулирует сахар в крови, диабет, да, ГУПТН. По черному кмину здесь есть. Выводит токсины, облегчает боль. Так, гелевая матрица. Да, вот мы все живем в матрице. Я, мне нравится жить в гелевой матрице. Сейчас я переключу вам след... Вот, хочу поговорить о безопасности, потому что для меня это было очень важно. Я включу следующие слайды по сертификации. Я их специально не коснулся, потому что это, как бы, отдельная большая тема. И вы просто посмотрите, какие уровни сертификатов, на что направлены те организации, их деятельность, которая проводила эти сертификаты. И тогда просто многие вопросы будут исчезаны. Да, это, как я говорил, о патентах. Вот, все патенты имеют свои номера. То есть это все можно найти в интернете. Кому интересно, сфотографируйте, потом можете проверить это все по интернету. Еще хочу сказать вот такое немножко, как бы не про сертификаты, а предыдущие. Почему я здесь? Мы все проходим определенные жизненные уроки. И самые первые наши учителя — это наши родители. Моих родителей уже нет. Почему эта мне тема очень близка? Как бы, почему я выступаю здесь? Моих родителей забрал «Ура». И они о себе здоровье не заботились. Все сфотографировали? Да, переключаю. Поэтому для себя, как бы, я принял решение, почему я хочу быть в этой компании и вообще, почему я выбрал направление здоровья. Потому что для меня было... Я просто помню те ощущения, которые у меня были. И я хочу, чтобы мы, дети, эти ощущения не испытывали. То есть поэтому я здесь. Как говорится, заботишься о себе ради своих детей и заботишься о своих детях ради самого себя. Вот самый первый важный сертификат, как бы вот такой уровень сразу задает хороший уровень компании в сертификации, это сертификат NSF — Национальный научный фонд США. National Certificate Foundation. Это не правительственная организация, которая основана в 44-м году. Она тестирует, сертифицирует и проверяет все продукты питания, а также все пищевые добавки, все биологически активные добавки. И все, что выходит на рынок, она проверяет на соответственные требования безопасности человека. Сфера деятельности охраны в вопросах защиты окружающей среды, охраны здоровья. Сотрудничает с ВОЗ. Она также сертифицирует производство по стандарту GMP, о котором я расскажу позже. И вот что самое важное для меня, ну не важное, а такое мне, знаете, вот классно. Оказывается, для того, чтобы протестировать все продукты, в составе этой организации существуют инженеры, микробиологи, токсикологи, химики, специалисты по сертификации общественного здоровья. То есть это не просто люди, которые просто, по-моему, сказали классный продукт, а там все на высочайшем уровне. Ключевые особенности данной сертификации. В Америке существует американский институт стандартов, это государственная организация, которая разрабатывает стандарты, ну вот, скажем так, по всем сферам жизни. У них есть стандарт с определенным номером, вот там вверху есть. Это единственный стандарт, который регулирует пищевые добавки и бады. Вот неправительственная организация на основе, скажу бы говоря, государственных законов, то есть это законодательный акт, проверяет все продукты. О чем говорит знак, который есть на продукте? О том, что внутри действительно то, что там написано. То есть не так, как на заборе может быть одно, а реально там что-то другое, да, или на сарае. Проводит токсикологические исследования на предмет соответствия состава продукта, заявленной формуле. То есть кроме того, что, да, там то, что написано, еще они проверяют по формуле, это тоже важно. И тестирует на предмет наличия опасных зародящих веществ и химических добавок. Ключевое, что здесь для этого сертификата, чтобы получить продукты, запрещено использование химических составляющих и красителей. Запрещается использовать вещества животного происходения. То есть продукт идеально подходит для людей, которые вегетарианцы и вообще веганые. Это очень сильно. Запрещается использовать продукты нефтепереработки, парафиновые мысли. Упаковка должна быть легкая в обработке и безвредная для человека. Как я говорил вам о составе. И внизу, вот, пожалуйста, там ссылочка. То есть я слушался маму, которая говорила, учитель Саша, английский. Я его выучил, чтобы вам первоисточники все смотреть. Сертификат мусульманских халяля. В Америке есть своя комитет мусульман по продуктам. Они выдают такой сертификат. Мусульмане считают, что их еда более здоровая, чем еда западной в Европейской области мира. То есть если выдают сертификат этой продукции, у них, кстати, он выдаётся, когда отсутствуют какие-то химические консерванты и добавки. Это тоже важно, да? Нет химии. Вот кроме технологий, то, что компания заявляет о том, что это технология без микробов, без химических консерваторов, сторонняя организация выдаёт такой сертификат. Это поднимает престижный уровень продукта в мире. Следующий. Сертификат GMP. Good Manufacturing Practice. То есть это сертификат, надлежащий производственной практике. Без этого сертификата невозможно ни одно производство. Продуктов питания, пищевых добавок, БАД и фармацептики, то есть лекарств. Если у производства нет этого сертификата, ничего, дальше не о чем разговаривать. Самый первый вопрос, который мне задал один тренер, сказал, Саша, а у вас там есть GMP? Я говорю, ну ты смеёшься вообще. Но если нет GMP, я даже с тобой разговариваю не буду. Стандарт определяет определённые нормы, правила и указания в отношении производства лекарств и инвесторов. Средств, как я сказал, БАД, пищевые добавок. В чём его отличие от, если вы знаете, я ещё помню, те времена, да, знак ОТК стоял. В чём отличие? ОТК просто брала выборочный продукт из партии, проверяла его, если продукт хороший, соответственно, считалась партией хорошим. Стандартный GMP, всё наоборот. Он общепризнанный в США, общепризнанный в Европе. Не то, что наоборот, там всё очень чётко. Начиная от контроля за ингредиентами, которые поступают на производство, должны быть выдержаны определённые стандарты. Должен быть персонал обучен и соответствующей квалификацией. Оборудование должно быть проверено на соответственно определённых стандартах. И все процедуры производства должны быть юридически законодательно оформлены. То есть каждый штаб, шаг производства продукта, он контролируется и, грубо говоря, сертифицироваться. То есть там охватывает всё. Соответственно, сертификат покрывает следующие аспекты. Квалификация персонала, санитарное управление, хранение ингредиентов, чистоту производственных помещений, проверка работоспособности оборудования, юридическое обоснование, грубо говоря, процесса производства, надлежащая упаковка и обращение с конечным продуктом. Вот опять, смотрите, второй сертификат, который требует определённое условие для упаковки на ряду с каляля. Компания Rain допускает, у неё есть своё собственное фармацевтическое производство с потенциалом 250 миллионов коробок в год. То есть вы представляете, можете представить эти мощности, если сейчас... Я не знаю, сколько там у нас... Не могу сейчас посчитать в уме, но мы очень далеко ещё только в начале по поводу этого производства. Что очень важно, что компания предоставляет свои производственные площадя для более чем 70 других компаний. То есть это говорит о том, что производство, которое наше, доверяют другие компании. Вот отдельным моим любимым сертификатом является сертификат VSCG VADA. Я немножко, ну вот как я сказал, занимаюсь спортом, для меня это важно. И вот этот сертификат на самом деле даёт очень высокий уровень безопасности для детей. Сейчас я вам немножко о нём расскажу. Что такое VADA? Это Всемирное антидопинное агентство. Все знают вот антидопинные скандалы, да, когда спортсменам он через 5 лет лишит золотой медали, потому что нашли какие-то определённые вещества. Так вот, Всемирное антидопинное агентство, оно... Основным его базовым посылом, его устава является честная игра. Соответственно, когда спрашивают, а у вас есть сертификат антидопинного агентства, это вопрос некорректный, потому что антидопинное агентство, оно не сертифицирует продукцию. Но есть другие организации, которые проверяют продукт на соответствии с требованиями VADA. Так вот, VADA по своему положению ещё говорит, что, ну, антидопинное агентство, что ни одна лаборатория, которая ей кредитована, не имеет права тестировать продукт на соответствии с своими требованиями, чтобы не было предпочтений какому-то производителю. И третье, они говорят, что если компания хочет позиционировать свой продукт для элитного спорта, а вы понимаете, элитный спорт это FIFA, международная агентство футбола, да, NHL, там, гольф, вот, все вот эти гонки, где вращаются большие деньги, то есть компания обязана сама свой продукт привести в соответствии с их требованиями. Но есть другая организация, она называется группа по контролю со запрещенными веществами. Эта организация тестирует абсолютно всё спортивное питание, все добавки, которые попадают в спорт. У антидопингового агентства существует свой список 272 запрещенных вещества в спорте. Если это вещество находится, спортсмен дисквалифицируется. По логике, что делает такое вещество? Оно каким-то образом помогает, стимулирует организм спортсмена на достижение высоких результатов. Но мы все понимаем, что большой спорт, нет, это не означает здоровье абсолютно, это даже наоборот. Где большой спорт, там здоровье потеряно. Поэтому вот список из 272 запрещенных веществ. Но самое интересное и важное для меня было, вот, относительно безопасности для наших детей, это то, что в Америке есть департамент по контролю за медикаментами и продуктами питания, которые организационно входят в Министерство здравоохранения США. То есть это государственные организации. У них есть свой список веществ, которые не запрещены в спорте, но тем не менее могут оказывать разрушительное влияние на человека. Как, например, вещество, которое содержится в диагре. Оно везде продается. И у них есть список, грубо говоря, лекарственных средств, пищевых добавок, которые вроде бы безвредны. Но там содержатся те вещества, которые разрушают человеческий организм. Так вот, организация проверила еще на другие 211 вот этих разрушительных веществ, которые не запрещены, но вредоносны. Итого, вот в данном и компания получила золотой сертификат на всю продукцию. То есть 483 вещества, они отсутствуют здесь. Для меня это очень большой показатель. И поэтому я своим детям даю каждое утро по чайной ложке солны. Для того, чтобы у них было все в порядке. Я понимаю, как это работает. Здесь внизу, пожалуйста, ссылочка. Кроме того, вот как я сказал, для всех линк он, соответственно, может применяться для военнослужащих, для питания, в моем случае. Для питания пожарных, для питания полицейских. Health Canada. Ну это вообще. Я первый раз, когда проверял вот этот сертификат Health Canada. Что такое Health Canada? Это Министерство здравоохранения Канады. Опять же, государственная организация. Я первый раз, когда начал проверять, не нашел, честно говоря. Думаю, ну сертификат есть, но как бы нет такого продукта страны. Но, тем не менее, посчитал. А потом все-таки нашел. Так вот, что канадцы говорят. Ихняя цель, Министерство здравоохранения Канады, состоит в том, чтобы ввести канадскую нацию в лидеры по здоровью среди населения Земли. То есть, это самых передовых. Вы знаете, что в Канаде получить тяжелую визу. В Канаду очень тяжело. То же самое, очень тяжело пройти сертификацию, потому что у них очень высокие требования. И самое интересное, что Канадское министерство здравоохранения говорит о том, что оно считает основным фактором здоровья человека правильный рацион и здоровую еду. Не медицину, не фармацин, а правильное питание. Это то, что говорит Канада. Соответственно, она выздает соответствующие законодательные акты, которые определяют политику, стандарты, распространяют информацию о безопасности и ценности продуктов питания. То есть, по сути, Канада занимается профилактикой. В 2010-м было проведено исследование в Министерстве здравоохранения. Где было сказано, что 73% канадцев потребляют продукты для здорового образа жизни. Что туда включают? Вы видите, это витамины, минералы, травы, травяные лекарства. Это гомеопатическая медицина, китайская народная медицина или пробиотики. В основе, опять же, их еды лежат витамины, минералы, продукты на растительной основе, а также гомеопатия трав. Другие аминокислоты и незаменимые жирные кислоты. И все-таки я нашел, где этот регистрационный номер. Вот, согласно имению сертификата, в продукцию СОУ присвоен номер. Вот здесь, внизу, и там ссылочка. Кого интересует, вы подойдете к тому человеку, который вас пригласил. И можно будет меня найти в фейсбуке. Кого доточные, такие как я, я все равно люблю. Следующее. Лаборатория Брунсвик, независимая тестировшая лаборатория, о которых я говорил в начале, что уменьшает воспалительные процессы, старение, ну, против старения на 62%. Что за лаборатория? Она проверяет все вещества, все добавки, все лекарства на тесты, на воздействие клея для человека. Это, опять же, очень важно. Соответственно, у нее есть очень большие мощности, потенциал, что она может проверять. Вот я вам засчитаю, это мощно. Антивоспалительные способности, способность снижать вес, способность усиливать экономический потенциал, способность усиливать иммунитет, проводить детоксикацию, нейрозащиту, адаптогенную способность, противораковые свойства, и способность заменять процессы старения. Это вот все то, о чем говорит производитель, это все попадает в эту лабораторию, на все было проверено. Мощно? Конечно, это мощно. Ну, по антиксинатам я вам уже говорил, предыдущий оратор говорил, количество антиксинатов. Тест ОРАХ-5-0, что такое 5-0? Существует 5 свободных радикалов, самых разрушительных для человека. То есть продукт был проверен на то, как он противодействует, вот этим самым разрушительным, свободным радикалам. И, пожалуйста, продукт Рейнер, это поддержка нашего жизненного стиля. Кушайте продукты, как говорится, бывайте здоровы и живите богато. А я так и на саду. Знаете, друзья, я 9 месяцев в компании с первого дня. Я буквально был первый человек, который зарегистрировался вместе с нашими лидерами. Марина и Виктором Лавреняком, но то, что я сейчас услышал, я стоял восхищенный. Саша, огромная тебе благодарность. Это, наверное, самый большой труд, который... Ты сделал самый большой труд в компании за все эти 9 месяцев. И эта информация, ну, честно говоря, она потрясает просто своей глубиной. И тем, что ты рассказал о... Глубинно изучив, скажем так, сертификаты нашей компании. Это действительно достойное восхищение. Огромная тебе еще раз благодарность. Что-то такое, ну, вот, что просто убедит нас в кровь.